Добрый вечер! У Добруши отбылся Межнародный фестиваль творчасти «Мы разом». Пачастуна для птушек и ваверок. У Палацево-парковым ансамблю прайшла экологичная акция. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. Сёння Межнародный день инвалидов. У Гомельской области таки статус мают 90 тысяч человек. Для интеграции этой категории людей у громадства реализуется державная программа, якая накерована на психологичную, медицинскую, социальную и прационную адаптацию. Як живуть и працуют люди за межеванными махчымастями, тим можно быть инвалидом и жить полновартосно, доведались и наши корреспонденты. Студентка-пятикурсница Алена Ербаносенко, хоть и мая посвящение инвалида, але бездопоможной себе не лечить. Дзялчина живет так, что шмат учим здоровым людям не угнаться за ее. Натрыманная на курорте травма не перекресла планы Алены отрымать специальность экономиста-менеджера. С некоторого часу она улучшится дистанцина и еще поспевает завоевывать медали у стрельбе с пневматичной сброей и с поборництвах по настольным теннисе. За два года у инвалидной колясцы Алена призвучалась брать пирожкоды, перодоливать в меже. Это теперь она тропляя у любую кропку города на уластном ауто. На лебый участок, где дзялчина добиралась на громадском транспорте и с перосадками. Водители автобусов, троллейбусов не всегда подъезжают близко к бордюру, хоть мы и проводим тренинги в автопарках, но не все такие водители сознательные. Очень редко откидывают пандус в троллейбусе и автобусе. Даже вот сейчас все должны быть бордюры в ноль, абсолютно в ноль. Но какой-то хоть и два сантиметра, но все равно его сделают. Створение безбарьерных осеродья – одна из головных металл реализации державной программы с шатырма десятками пунктов. В отповедности зимы селят 63 объекты ГАН для установы оховы здоровья. Социальная оздоровленная сфера обсталеваны специальными пристосованиями для инвалидов-спинальников. У местных огольных окорестаний устанавливаются подъемники, уладковываются зручные пешеходные переходы, выделяются парковочные места на автостоянках. На угол захований права инвалидов-спинальников у громадском транспорте особливая тема. Зараз у области курсируют больше, как 500 автобусов с подъемниками, на маль 701 грамадского транспорта мают мовные информаторы. И все для того, чтобы особливые люди могли отшивать себе полновартосными членами грамадства. По Гомельскому железнодорожному вокзалу, соответственно, сплошные поручни. Сделана специально положена плитка, которая дает возможность ощущать человеку-инвалиду, что вот он находится на краю. Аналогичная ситуация сделана по Калинкайскому железнодорожному вокзалу. Сегодня много выполнено работ в Рогачевском районе, в городе Рогачеве, по понижению бордюрного камня. Ну и сегодня серьезное внимание уделяется таким объектам, как оздоровительные центры. Вот сегодня могу сказать, что у нас оборудовано в Птиче, это оздоровительный центр, оборудовано пять мест для проживания такой вот категории. Совместно с сопровождающими лицами, это, как правило, родители, которые оздоравливают детей. У Гомельским областным громадским объединением инвалиды-спинальники лечит, что для усебаковой реабилитации гэтой категории людей zrobлено многое, але не все. Добро было бы наладить систему комплексной допомоги тем, кто мая потребу психологичной, працовной, медицинской и социальной реабилитации. Сегодня в области, когда 3000 человек перемешаются у инвалидной колясцы. На самой справе, ты, кто мая порушение опорно-рухального аппарата, значительно больше. Многие пракаванные доложкой не могут покидать стены-кватеры. Большая проблема – это преодоление в таком положении психологического барьера человека, чтобы кто-то замыкается в себе, вплоть до каких-то суицидов даже доходит. Тоже это самый проблема. Поэтому мы хотели бы, конечно, может быть, с органами власти различных уровней, с различными ведомственными, создать какую-то систему мер по медико-социальной реабилитации и адаптации таких людей в обществе. Чтобы действительно человек знал, что если после операции, допустим, когда он может получить услугу по ранней медицинской реабилитации, когда социальная реабилитация наступает, когда он имеет возможность получить санаторно-курортное лечение, то есть замкнутый какой-то цикл должен быть. Все это значительно упростится всем, и качество работы от этого только улучшится. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Выставы оригинальных рукотворных работ, а так само яскравые вокальные, хореографичные и театрализованные номеры. В Добруше отбился Международный фестиваль творчасти сирот-инвалидов «Мы разом». Он ладится с метой духовно-морального и эстетичного развития людей с обмежеванными махчимостями. Содейничание их социализации и полновартосной интеграцией у громадства под обязанностью в нашем наступном материале. Международный фестиваль творчасти «Мы разом» объединял людей с особливостями психофизичного развития с 12 районов Гомельшины, а так само при хроничных областей России и Украины. Оригинальные по своей задумке и выконании рукотворные экспонаты, вышитые ляльки, картины, сломянные вырыбы можно было убачить на тематичной выставе. На сцене удельники демонстровали свои творшие сдольности у разностаенных эстрадных жанрах. Яны представили яскравые вокальные композиции, хореографичные номеры и театральные интерпретации ведомых казок и песен. Приезжают дети, конечно, со сложными судьбами, с различными заболеваниями, но фестиваль их объединяет. Они показывают, какие они таланты, какие они умницы. И, наверное, нам всем остальным людям доказывают свою силу воли, свою безграничную любовь к жизни. Мы должны равняться на таких людей. Они для нас как пример. Одны самодейные артысты на фестивалю «Добру» все лето приехали у першыню. Иншая – улику постоянных удельников. Наприклад, дружный коллектив Климовской школы-интерната Збранской в области наведывая фестиваль «Што год». Творшие педагоги и выхованцы гэтой специализованной установы николи не упускают махшимости подериться со своими беларускими сябрами шастинкой добрать, аплай радости. Я люблю участвовать. Я пою хорошо и мне нравится. Я репетирую с Виктором Наумовичем. Он меня подготавливает. А потом мы ездим и выступаем. Когда мы подошли к Дому культуры, они мне что сказали? А у нас уже здесь свои друзья, да, Настя? Она сказала, у нас здесь друзья, и мы их увидим. То есть очень хорошее мероприятие, мы благодарны, рады, будем принимать участие, выступать, надеемся на поддержку зрителей и сами будем дарить свои аплодисменты другим участникам фестиваля. Международный фестиваль творчества «Сярод людей за вмежеванными махчимостями» «Мы разом» заусюду ладится при патронции областных и районных уладов, а так само спонсорской и доброчинной допамоги, что года организации мероприемства долучаются у все больше неабыяковых людей, что тысячица удельников предметно узрастает узровень их творческого и выканальницкого майстерства. Тут нема образовых мест, а организаторы мкнутся кожных и отзначить памятным подарункам. Для многих выход на сцену – это уже великая перемога над собой. У Беларуси установлена нулевая пеня за протерминовку оплаты жильево-коммунальных послуг за укоронение одной информационной системы. За кастричник без спагнания пени платежи можно уносить до пятого снежня, за листопад – до пятого студеня. Усе подрабязности у черговой экономичной доведцы. Так само у выпуску Министерство по податках и сборах пропоновая поширить пероликвидаудейности, яке они относятся до предпримальництва. И наприканцы программы – правональный анализ цен на гомельских рынках. Глядите программу сёнье одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Святкование 73-й годовины вызволения Гомеля не обмежавалось одним днём. У новучальных установах города протягивается проведение уроков можностей, промеркованных до этой подеи. Тема дзятинства, палинога войной, для новученцев 25-й гомельской школы особливо актуальная. Миновита гэтую новучальную установу скончил Барис Царыков, який у 17-годовом узросте отримал звание Герой Советского Союза за форсирование Днепра. Раз два тыдни после ответного указа Президуума Верховного Совета СССР герой загинул. Даречи, прошение Организации Объединенных Наций 12 лютого означается «Як День Дятей Салдат». Так называют неполнолетних, які примали у делу в войнах и военных конфликтах. Згодно с разными крыницами, только у Великой Айчинной войне, у боевых частях и партизанских отрадах, знаходилися некольки десятков тысяч неполнолетних. Сыны полка змагались и гинули разом с дорослыми. Многие из них за боевые заслуги узнагороджены орденами и медалями. На жаль, сёння у живых засталося не шмат юных удельников Великой Айчинной, а тому сустречи с такими людьми оказываются на сучасную молодь, особливо великий у Плеу. Слава Богу, что у нас есть те люди, с которыми мы можем общаться, и которые с первых уст могут дойти до каждого ребёнка и рассказать, как это было, насколько это было сложно. У Гомеля отбылось урочистое закрытие другого форума классичной музыки, объединяющей культуры. Он проходил на протягу мальты дня и сопровождался проведением эдукационных майстер-классов, интересных творческих встреч с белорусскими музыкантами, а также серии концертных программ. Вероника Ворошилина с подробностями. Урочистое закрытие другого форума классичной музыки отбылось у Городским центра культуры. Паша с финального концерта у выконаний Гомельского симфоничного оркестра аматры высокого мастерства почули запальные неполторные латиноамериканские рытмы. У гэта вечер оркестр выконывал классичные композиции под керавниством первого секретара посольства Боливариянской республики Венесуэла у Республицы Беларусь Херарда Эстрада. Гэта давний сябр творчого коллективу, який не одной, че выступал с гомельскими музыкантами на одной сцене, якому щиро подобается город над Сожем. У нас есть старая-старая дружба. Я говорю о наших героях франциского биранда, который 200 лет назад был, может, можно считать, как первый Венесуэль, который был в этой земле. И поэтому для всех нас из Венесуэля Гомель – это особенный и любимый город. Форум классичной музыки – масштабная и знаковая культурная подея для Гомеля и у всего региона. Жихары и гости областного центра смогли принять удел у цікавых майстер-классах и творчих сострежах с беларускими музыкантами. Я не отрималя салоду от серых яскравых видовочных концертных программ, які демонстровали музычную спадшину інших краин и народов. Мне кажется, что всем нравилось и приходили люди. Особенно еврейский концерт собрал много посетителей. Мне хочется, чтобы молодёжь, конечно, приходила, но пока что это старшее поколение. Но мы всё делаем для того, чтобы максимально разнообразить нашу программу и чтобы это было интересно и для молодых. Организаторы мают намер проводить гэты музычный форум и долей, бо классичные творы не смяродны и текавысть до их не губляется. Ей только необходно подтримливать проведением подобных культурно-осветницких проектов. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, Телерадо, компания «Гомель». У Гомельским палацево-парковым ансамбле отбылась экологичная акция «Частоем птушек и вавёрок». Зимой птушкам и вавёркам складано знайсти для себя ежу. И коли в лесе яны могут различовать только на себе, то в городе им допомагают люди. У Гомельским парку сегодня живе коля 130 вавёрок. Колькость птушек подлечить немахчима. Каб подтримать температуру тела у холод, им потребуется больше корму. Организаторы акции мкнутся выхавать у школьников гуманность до природы. У детей была макчимость почастовать насильников парка и принять удел у культурно-забавляльной программе. В этом году мы подготовили для наших синичек дома, новые дома, синичники. Есть достаточно большое количество неравнодушных людей, которые приходят на помощь. Белки, да, все, наверное, зарекомендовали себя уже как неотъемлемая часть нашего парка, поэтому они знают, насколько им тяжело здесь, и поэтому и приезжие гости с удовольствием приезжают, покупают корм. Да помогчи можете и вы, перелечивши гроши для набыття корму на специальный спонсорский рахунок, який вы зараз бачите на своих экранах. И об спорте. Напруженная, як и чакалася, выдалась черговая встреча Гомеля из столичного СКА у чемпионате Беларуси по гандболе. Две попередние гульни соперников завершились на корысть минчан, причему опошним их перевага склала только один мяч. На свою пляцовце Гомель был серьезно настроен и взять очки у матча с лидером чемпионату. Первый тайм завершился на корысть гомельчан – 17-16. На початку другой половы Гомель протягивал нарушивать перевагу. Адрив доходил до трех голов, а вот у концовцы армейцы прибавили. С початку они сравняли, ли капот и мы вышли наперед. Финальная сирена зафиксовала перемогу СКА с минимальной розницей – 32-31. Может, немножко сил, может быть, собранности, а может, всего вместе, не знаю. Наверное, немножко собранности не хватило, где-то земнули в защите и, так сказать, в концовке получили. Ну, это спорт, это игра. Гэта, а так самое инше новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tevergomel.by. И на гэтым выпуск завершенный, у студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам удалых выходных дзен. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова